Как не навлечь беду и укрепить здоровье? Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе Радио Доктор на Радио Республика. У микрофона Ксения Комарь. Продолжаем эфир Радио Республика, актуальной для здоровья темой. И сегодня это тромбозы. Что нужно о них знать, чтобы сохранить активность и долголетие? У нас в гостях Кучеров Сергей Анатольевич, заведующий отделением сосудистой хирургии ДОКТМО. В народе известно как больница Калинина. Главное, что у нас сегодня специалист по сосудистой хирургии Минздрава ДНР. Здравствуйте, уважаемый Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, слушатели вашего радио. Итак, тромбоз. Есть такая специальность кардиология. Это все специалисты, которые занимаются тромбозами. Терапевты общей практики. И нужно при идут заболевания сосудов. То есть тромбоз на фоне здорового сосуда не возникнет никогда. Поэтому тромбозы возникают на фоне измененной артериальной стенки. Ну вот болезнь 20-21 века – это облитерирующий атеросклероз. Откладываются холестериновые отложения в сосуде. Как человек может предсказать заранее, на что нужно обратить внимание? Ну, заподозрить можно. Заподозрить можно. Если возникает чувство распирания в ноге, распирающие боли, отек ноги. Это те симптомы. Трудно очень за короткий промежуток времени все это описать. Если человек переносит инфаркт миокарда, это боли за грудиной, то причина всех инфарктов, практически всех, это тромбоз коронарных сосудов в амбулаторию или поликлинику, который… Артериальный. Да, и то, и то плохо. И тромбоз артериальный, и тромбоз венозный. Это может возникнуть на фоне абсолютного благополучия, без каких-либо предшественников. Это может развиваться постепенно. Риск венозных тромбозов повышается, если у пациента повышенная масса у тучных, полных людей. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск венозных тромбозов. Поэтому таким пациентам… Вообще причину всех тромбозов еще в XIX веке, в 1860-х годах описал русский ученый Вирхов. Он выявил три фактора вести подвижный являющихся причиной тромбозов. Это нарушение целостности сосудистой стенки, нарушение эндотелия, это нарушение свертываемости крови и замедление скорости крови, стаз крови. Вот эти три фактора на сегодняшний день действительно являются передвигами артерий сосудов легкого и происходит инфаркция. Я бы сейчас сказала, что это не очень красиво, во всяком случае, для тех, кто озабочен своей внешностью. Но упражнения, лечение я предлагаю осветить более широко, чуть позже. У меня такой вопрос. Как Вы относитесь к интернет-рекламам подобного характера? У Вас будут чистые сосуды, есть ли Вы? Их очень много. Я их не открываю дальше, эти окна. И что предшествует этому легочному тромбозу? Можно ли его… Вы относитесь к таким интернет-объявлениям? И что действительно сделать для того, чтобы были чистые сосуды? Потому что чистые сосуды, я так понимаю, это здоровые сосуды. Отношусь плохо к подобному роду рекламу, потому что, наверное, более половины, если не больше, рекламу дают люди, мало понимающие в этой проблеме, которые имеют очень такое поверхностное представление. Ну и цель у них, как правило… Да, и цель – это не избавить пациентов от тромбозов и так далее. Чистые сосуды, в общем-то термин такой… Чистить сосуды не надо. Они и так у нас, в принципе, чистые. Надо вести профилактику таких заболеваний, как атеросклероз. Потому что, если не будет атеросклеротического поражения сосудов, не будет и артериальных тромбозов. А профилактика атеросклерозов, она, в общем-то, несложная. А что означает слово «атеросклероз»? Атеросклероз – это заболевание артериальной системы, заболевание артерии. И суть этого заболевания состоит в том, что внутренняя оболочка артерии… Артерия у нас состоит из трёх оболочек. Внешняя, средняя, медиа и внутренняя. Внутренняя оболочка – интима. Там происходят отложения, липидные отложения, холестерины, жиры, как в народе говорят, вредные. Откладываются эти холестерины, которые повреждают эту стеночку. С течением времени эти холестериновые отложения могут пропитываться солями кальция, которые в организме есть. И вот эти вот бляшки, которые сужают артерию, приобретают вид камня. То есть представьте себе, артерия диаметром 3-4-5 мм, магистральная, забивается каменистой плотностью, как известь трубу забивает. Вот точно такой процесс в артерии. И вот на этом фоне тромбоз – огромный риск развития вот этого тромбоза. Поэтому если пациент соблюдает рекомендации по профилактике атеросклероза, то он и обезопасивает себя от развития тромбозов, артериальных тромбозов. Какие это рекомендации? Вот, например, считается, что врач может служить примером правильного образа жизни. И наверняка вы стремитесь к тому, чтобы ваши сосуды были здоровые, чистые. Что вы делаете? Расскажите нашим пациентам. Не курю. Никотин доказано, что никотин действительно очень пагубное влияние влияет на сосудистую стенку и на спазм периферических сосудов. Не курю и всем своим пациентам не рекомендую. Но как раз курильщики говорят о том, что курение расслабляет нервную систему как-то. Ну, бокал вина, я поверю, он может расслабить нервную систему. Но табакокурение намного превыше, чем какая-то мифическая польза расслабления от него. Масса других способов, вариантов расслабиться. Спортом позаниматься. И это хорошая, кстати, тоже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика сердечных заболеваний. И тоже хороший метод снятия стресса, снятия напряжения. Поэтому тоже советую исключить курение, занятия спортом и так называемая средиземноморская диета. Вот то, что вы спрашиваете, бокал красного вида плюс правильное питание, это можно расценивать как профилактику атеросклероза. А что входит в средиземноморскую диету? Ну вот доказано, люди средиземноморья – это в Европе не самые богатые страны. И не самые экономически развитые страны. Греция, Италия, Испания, Франция. А у них сердечно-сосудистые смерти на порядок ниже, чем в более развитых цивилизованных странах. Дания. А японцы? Свейцария. Ну, японцы, там у них немножко другая структура ихнего рациона питания. Но тоже можно сказать преобладание морепродуктов, морской пищи. Вот средиземноморье. Сухое качественное вино. Не каждый день. В малых количествах. Малых каких, уточните? В количествах, ну, бокал вина в день 100-150 грамм. Не каждый день, мы сказали. Есть такие исследования, да, что бокал вина аспириноподобный эффект оказывает. Аспириноподобный эффект – это эффект дезагрегационного свойства. Он обладает незначительным дезагрегационным свойством, то есть уменьшает вязкость крови и снимает явление агрегации тромбоцитов, тех клеток крови, которые являются первичным звеном в тромбообразовании. Как часто в рационе человека должна быть присутствовать рыба и какая? Ну, я не диетолог, я не могу сказать, насколько это часто, но вообще рыба тоже полезный продукт, доказано многими диетологами. Содержит омега-3, жирные кислоты и так далее. Знаю точно, что наиболее полезна рыба дикая, морская, океаническая. Потому что многие вот эти рыбы выращены в заказниках, на антибиотиках, на гормонах роста. Там еще неизвестно больше пользы от них или вреда от той рыбы. А дикая океаническая морская рыба… Омега-3 вы сказали, а можно ли ввести в питание как диетическую добавку? Диетическую можно, но тут надо, чтобы консультировал диетолог. Тут все зависит от пациента. Ваши рекомендации вашим пациентам? Как выглядят? Выглядит так. Соблюдать диету, то, о чем мы говорим. Минимизировать, либо исключить продукты с жирами животного происхождения. То есть минимизировать жирную пищу. Полностью исключить нельзя, потому что жиры все-таки нужны нашему организму. Но ее минимизировать. То есть не покупать свинину, не есть сало, колбасы. Очень, кстати, да. По салу, сало можно. Есть исследования, которые доказывают, что в соленом свином сале оптимальное соотношение насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, которые являются не особо атерогенно опасными. Поэтому есть работы, которые как раз подтверждают, что небольшое количество соленого свиного сала разрешают больным с атеросклерозом два раза в неделю, не чаще. Остальные жирные продукты – свинина, утка, гусь – это надо либо исключить, либо минимизировать. Птица, рыба, овощи, фрукты, сухое вино, положительные эмоции, общение с друзьями. Вот скажите, почему положительные эмоции опять так важны? Мы постоянно говорим о том, что стрессы – это плохо. В данном случае сосуды и стресс, как они взаимосвязаны? Трудно сказать напрямую, как взаимосвязаны, но связь точно есть. Наверное, какие-то нейрогенные факторы, которые все-таки… Все наши процессы в организме регулируются двумя путями – нейрорегуляция. Нейрорегуляция – это регуляция посредством центральной нервной системы, гуморальная – за счет гормонов. Вот все-таки регуляция какая-то есть. Сосуды могут спазмировать? Иногда слышишь выражение. Да, сосуды могут спазмироваться. Вот я говорил о том, что три оболочки имеет сосудистая стенка. Средняя оболочка – это мускулистая оболочка, это мышцы. Стенка сосуда имеет мышечный слой. Исключением является только аорта. Аорта имеет только эластику. Мышечный слой способен расслабляться, напрягаться. То есть сосуд может релаксироваться, расширяться, может спазмироваться, сужаться. Именно на это направлено определенное лечение. Спазмолитики, вазопрессоры, которые способствуют поднятию давления, снижению давления, улучшению периферического кровообращения и так далее. Вот как раз в профилактических целях можно ли сосуды тренировать? Тренировать сосуды? Не уверен, что можно тренировать сосуды. Тренировать весь организм можно, мышечный тонус. Тренировать сердечную мышцу можно за счет нагрузки. Сосуды все-таки, несмотря на то, что они могут спазмироваться, релаксироваться, они все-таки пассивный проводник тока крови. Активный проводник – это прежде всего сердце, сердечный насос. Поэтому тренировать сердечный насос, сердечную мышцу можно. У всех спортсменов есть такой термин – физиологическая гипертрофия миокарда. То есть это чуть-чуть повышенная мышечная масса миокарда, но умеренно. Эта гипертрофия в некоторых ситуациях может иметь патологический характер. У человека больного гипертонической болезнью за счет повышенного давления сердцу постоянно нужно повышенный выброс сердца в ток крови давать. Возникает уже патологическая гипертрофия желудочка сердца. Поэтому сердце тренировать можно, но все умеренно надо. У нас в гостях сегодня Кучеров Сергей Анатольевич, заведующий отделением сосудистой хирургии Доктэмо, специалист по сосудистой хирургии Минздрава ДНР. Вы – оперирующий хирург. Что нового появилось в технологии проведения тех или иных операций? Может быть, Вы о чем-то мечтаете как хирург? Что бы Вам хотелось? Или у Вас все есть и для Вас ничего нет невозможного? Что есть, многое что есть для выполнения этих операций на сосудах. Многого не имеем. Но, в принципе, в нашем отделении сосудистой хирургии выполняются все операции на сосудистой системе, за исключением операции на сосудах головного мозга, внутричерепных сосудах. Эти операции выполняются в специализированном отделении сосудистой нейрохирургии. И у нас не выполняются операции на сердце и грудной аорте. Эти операции нуждаются в искусственном кровообращении. Эти операции выполняются в отделении кардиохирургии. На всех остальных сосудах, на аорте, брюшном отделе аорты, на периферических артериях, сонных артериях выполняются операции. Также выполняются операции на венозной системе, при тромбофлебитах, при варикозной болезни и так далее. Операций выполняется много. Был у нас большой спад в 2014-2015 году плановых операций. Тогда на первое место вышла ургентная хирургия раненых, ранение сосудов. Сейчас, слава Богу, возвращается потихоньку мирная жизнь в наш город, и мы это чувствуем как никто. У нас сейчас мало раненых, и вновь возвращается много плановых больных, плановых и экстренных больных по своим проблемам, по сосудистым заболеваниям. Выполняются различные реконструктивные операции на аорте, на артериях. Выполняются различные операции на венозной системе с использованием лазера. Много чего интересного выполняется. Кроме этого, не стоит на месте такая наука, как фармакология. Происходит, не происходит, а изобретаются новые препараты, которые влияют на сосудистую стенку. Вот мы сегодня говорим о тромбозах. Есть такая группа препаратов относительно новых. Фибринолитики или тромболитики. Это те препараты, которые способствуют растворению тромба. Еще буквально 10-20 лет назад это была просто мечта всех кардиологов, врачей при наличии тромба ввести препарат, который способствовал бы его растворению. Сейчас это вообще золотой стандарт в кардиологии при наступлении инфаркта миокарда, при возникновении введения препарата, который практически полностью лизирует тромб. У нас в нашей профессии тоже тромбы в венах, в артериях. Под действием этих препаратов мы можем лизировать, можем их контролировать, можем, если опасный тромб, их удалять оперативным путем. Используются все технологии эндоваскулярного лечения этих больных. Что означает слово эндоваскулярное? Эндоваскулярное, грубо говоря, это без разреза, через прокол, через пункцию артерии. В просвет артерии заводится проводник, который может из доступа на бедре, например, провести стентирование артерии на шее. Вставить металлоконструкцию, пружинку, которая изнутри дилятирует суженую артерию и восстанавливает полностью просвет. Это эндоваскулярное лечение, это довольно высокотехнологичный метод. Но не всегда этот метод эндоваскулярный показан, не всегда применим. Иногда более надежно выглядит открытая реконструктивная хирургия забитых артерий, суженных артерий, тромбированных артерий. То есть есть свои показания, на сегодняшний день они уже выработаны во всем мире. И у нас показания к эндоваскулярному лечению, к стентированию, показания к открытой хирургии. И те, и те методы используем активно. Имеете ли Вы возможность с Вашими зарубежными коллегами общаться, участвовать в каких-то конференциях медицинских по обмену опытом? К сожалению, до 2014 года выезжали активно на конференции, в том числе и на конференции Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов. Сейчас очень тяжело в связи с нашей политической обстановкой общаться с зарубежными коллегами. Но в последнее время минимум раз в год лично я и наши коллеги, друзья, выезжаем на Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, на конференции, симпозиции, съезды, куда приезжают коллеги из Европы, обмениваемся опытом и так далее. Вот последняя конференция была в июне месяце. Месяц назад я вернулся в Санкт-Петербург, и был съезд Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов с международным участием. Специалисты из Германии, из Швейцарии, из Швеции читали свои доклады. Мы туда ездили без доклада, мы просто как с лошадью, но очень интересная там была дискуссия, обмен мнениями. В следующий раз поедем уже подготовим свои доклады со своими данными, со своими результатами. Стараемся, да, быть… В тренде есть такое слово, но к медицине, наверное, не имеет никакого отношения. Что для Вас, как для сосудистого хирурга, принципиально важно в Вашей работе? Что Вас волнует на сегодняшний день? Ну, у нас очень низкая обращаемость к медработникам, поэтому мы начали с этого разговора, ведь с этим надо и закончить. Если есть проблемы какие-то со здоровьем, надо не сидеть дома, не смотреть интернет, не лечиться козьими какашками, извините, а идти к специалисту, в поликлинику, к врачу, к терапевту, к невропатологу, к кардиологу, к сосудистому хирургу, при первых проявлениях вот таких грозных заболеваний, которых мы обсуждили, надо обращаться к специалистам. А там обожем… Не обращаемость – это залог хорошего лечения, залог хорошего течения заболевания, залог выздоровляемости. Сергей Анатольевич, а там скажут, «О Боже, бросайте курить, выпивать, есть жирное». Вот что делать человеку, если он привык? Ну, если он привык, надо и человеку тяжело бросить, надо хотя бы ограничить, уменьшить количество сигарет, уменьшить количество алкоголя, принимать определенные препараты, которые минимизируют риск развития тромбозов в данном случае. А вот говорят, профилактически принимают в маленьких дозах вот такие маленькие круглые таблеточки. Аспирин. Аспирин. Насколько это эффективно, нужно это делать в профилактических мерах? Да, вот с целью эффекта, дезагрегационного эффекта, его можно принимать, но это после 60 лет. В принципе, можно принимать для профилактики атеросклероза, для профилактики тромбозов. И после сдачи определенных анализов, правда? Да, после сдачи каугулограммы, есть даже сейчас такие анализы в лаборатории, дезагрегатограмма, которая показывает состояние агрегации тромбоцита в крови. Но тоже это надо, чтобы назначал специалист, не так вот послушает, сейчас бабушка по радио записала, пошла выпила аспирин, а может ей надо не аспирин, а другой препарат принимать. Очень важное уточнение, друзья, мы не лечим по радио, мы даем общие рекомендации, а четко для вас, индивидуально, вы получите у вашего лечащего врача. Совершенно верно. У нас в гостях сегодня побывал в первый раз, надеюсь, не последний, потому что замечательный рассказчик, очень компетентно, доходчиво. Все рассказал нам Кучеров Сергей Анатольевич, заведующий отделением сосудистой хирургии, док ТМО, специалист по сосудистой хирургии Минздрава ДНР. Спасибо вам, здоровья, удачи и хорошего продолжения лета. Спасибо большое. Радио Доктор. Прислушайся к здоровым советам.